Мы снова в студии, дорогие телезрители, и сегодня у нас в гостях Амина Пазова, участница международного форума «Мы вместе». Амина, доброго утра. Доброе утро. Ну вот мы с вами хотели бы поговорить как раз таки об этом замечательном форуме «Мы вместе». Что он из себя представлял? Это был очень масштабный форум, практически 5000 человек участников было. Даже так? Да, 2000 с лишним из них это были иностранцы. То есть у нас даже была возможность пообщаться с ребятами из других стран. Этот форум – это такое большое мероприятие для волонтеров. То есть любой форум направлен на взаимодействие между ребятами. А этот форум, он был особенный в плане того, что он был конкретно, целенаправленно проводился в даты, когда должен был состояться день волонтера. То есть закрытие у нас состоялось в день волонтера. Это было очень такое большое яркое событие. То есть если говорить об отличии прошлых каких-то форумов, которые я посещала, это были молодежные форумы. Там была как бы молодежь и все. А это был форум гражданского участия. То есть уже было взрослое поколение, старшее поколение. И у нас был шанс такого взаимодействия уже даже со взрослым поколением. То есть мы где-то услышали их видение на это все. То есть очень радовало то, что мы на одном уровне с ними, со взрослыми людьми могли побеседовать. Все также ходили в раздатках, волонтеры. То есть очень приятно было наблюдать такую картину. В общем, вот так. Это действительно очень круто. Ну вот хотелось бы уточнить, прояснить, так сказать, один момент. Вот непосредственно тематику форума. На что он был направлен? Зачем он в целом был нужен? Направлен был вот как раз на волонтерство. То есть, ну это вот общее такое, это волонтерство. То есть фактически это некая соберушка, если это так можно назвать, всех волонтеров нашей страны. Да, там делаются несколько направлений. Там экология, спорт, здоровье. По направлению, по которым мы можем посетить определенные альтернативные площадки. Там их было достаточно много. Там была настолько огромная территория всех этих площадок, что нам выдавали карточки. Ну как, ну карта получается самого здания, что где находится. Ну настолько... Даже так. Да, мы даже там терялись, то есть не могли найти, что нам нужно. Ну действительно, территория, которая способна вместить в себя 5000 человек, это большая площадь на самом-то деле. Ну вот говоря об образовательной программе, подскажите, пожалуйста, если говорить о продолжительности форума, сколько он длился? Форум длился со 2 по 5 декабря. 5 декабря уже было закрытие форума. А 2 у вас был заезд? 2 был заезд, да. То есть можно сказать, что 3-я, 4-я, если так грубо взять. Ну в это время нам скидывали программу, то есть была уже составленная программа, но чем отличалось это, опять же, от всех остальных форумов? Если я ездила на форумы, где было 300 человек, то это уже было намного в разы масштабнее. И то есть там была программа, и естественно, она уже была намного шире, намного. Там каждую секунду какое-то движение, что-то происходило. Если обычно бывает расписание, ты как бы по нему идешь на определенную какую-то лекцию, вот она проходит, и все, и только она, ты на нее идешь. То здесь просто миллион каких-то альтернативных площадок. Что мне понравилось, это они скидывали расписание лекций. Ты мог пойти на любую лекцию из множества, которые там проводили в разных залах. Вот это как раз отсылка к той истории, когда мы терялись, они могли найти зал, который нам нужен. Помимо этого, ты мог еще пойти на альтернативную площадку. Это любые различные игры, даже не обязательно игры. Мы плели с взрослым поколением, они нас заманили ввести игрушки. Как раз мы плели в детские дома игрушки. Также там были достаточно разные площадки. Можно было поздравить одиноких бабушек с Новым годом. То есть разнообразие было очень такое обширное. То есть помимо того, что были лекции, были параллельно такие площадки, и ты мог посещать и то, и другое. Насчет лекций могу сказать, что там были достаточно известные лица. То есть у нас как спикеры была и Татьяна Голикова. У нас там были достаточно известные актеры, как Анна Хелькевич, Стас Ярушин. То есть там настолько была огромная площадка, настолько было много известных лиц, что ты пока поворачиваешься в одну сторону, такой, о, смотри, там уже в другой стране что-то тоже происходит. Мне многие ребята писали, которые, ну, просто друзья, там, отсюда, там, писали. О, Амин, там вот такой-то блогер, миллионник, и все скидывают. А я даже всех не знала. Я говорю, ого, говорю, он передо мной стоял. То есть настолько много было известных лиц, что ты просто не успевал. И все они являлись спикерами, они все что-то рассказывали. То есть настолько было интересно. То есть мне кажется, для молодежи это очень, очень круто побывать на таком форуме. Действительно. Ну, по крайней мере, если судить по тому спектру эмоций, которые есть у вас на данный момент, это действительно было очень крутое мероприятие. Ну вот, говоря о продолжительности форума. Все-таки два дня. Фактически, ну вот, форум сам по себе, наверное, длился только четвертого, точнее, третьего и четвертого числа. За эти два дня на большое ли количество тренингов, лекций и так далее вы успели сходить. И самое главное, смогли ли вы сразу влиться вот в эту всю, скажем так, волну? Смогли ли вы ворваться в этот весь движ, как говорит молодежь сейчас? Ну, мне кажется, я достаточно посетила лекции на тот момент. То есть везде что-то происходило. Просто объясню немножко, что вы заходите на эту площадку, там огромное здание, огромнейшее, и в каждом углу что-то происходит. Знаете, ну, нужно на определенном чем-то сосредоточиться, иначе здесь одно, тут другое. И то есть ты пытаешься сосредоточиться, что же тебе сейчас нужно. Там проходит лекция по такой теме, там лекция по такой теме. Единственное, были вот прозрачные ограждения, но они ничем не помогали. Единственное, вот звукоизоляция, то что... Ну, ты смотришь, и вокруг просто вот настолько такое движение. И куда я успевала, вот, то есть я еще любила посещать альтернативные площадки, но, честно, за два дня вот побыть на каждой площадке, мне кажется, ну, либо там нужно ночевать... Да, либо вот это, ну, невозможно было. Вот, поэтому настолько вот чем было. А вот когда вы сталкивались с выбором, там одновременно выступало два очень крутых спикера, к которым вы хотели попасть. Как вы делали этот выбор? Вообще хорошо, что у меня такого не было. На самом деле я целенаправленно куда-то шла, то есть я понимала, что я хочу... У меня еще не то, что даже... Я смотрела и на спикера, и на тематику. То есть если тематика, например, меня, ну, как-то не заинтересовала так сильно, как другая, то есть я иду вот именно на ту тему, которая меня заинтересовала, даже мне, в зависимости от спикера. Но иногда бывало такое, что когда говорят, там Анна Хелькевич, и мне было без разницы, что она будет говорить, я просто бежала туда, и все. Просто интересно все равно увидеть человека вживую, когда ты видишь по телевизору, в Инстаграме, когда ты видишь вживую, это уже другое. Само собой, само собой. Ну вот после этого форума, я так полагаю, остались только позитивные эмоции. Но что самое главное из этого форума вы подчеркнули для себя? Я поняла, что в мире вот у нас очень много неравнодушных сердец. Все хотят сделать что-то хорошее. То есть исключительно положительные эмоции, исключительно такое добро царило на этом форуме. И я максимально, как вы заметили, приехала с положительными эмоциями. То есть я поверила в то, что на самом деле очень много добрых людей. Очень много добрых людей. И еще мы выслушали старшее поколение, чем они недовольны в молодежи. Но они были недовольны пассивной молодежью. Я поняла, что этот стереотип, что старшее поколение нами недовольно, это отнюдь не так. То есть они недовольны именно пассивной молодежью, которая просто ничего не хочет делать. Нас они тогда даже похвалили, сказали, что вот вы не такие, вы хорошие. Поэтому исключительно с положительными эмоциями уехала. Я очень надеюсь, что эта вера в добро останется у вас на долгие-надолгие годы. Ну вот сейчас хотелось бы прояснить, наверное, самый главный момент. После нашего с вами диалога наверняка многие наши телезрители тоже воодушевились и захотели попасть на подобного рода мероприятие. Как вы это сделали и как, если подобное мероприятие, повторить, а попасть на него нашим телезрителям? Есть сайт, через который практически все форумы. Это АИС молодежь. Единственное, там регистрация и там объявляется во всех форумах. То есть все достаточно просто? Да. Никуда ходить, стучаться в разные двери и так далее не нужно. Нет, просто подаешь заявку, и ты отображаешься у них в системе, они рассматривают заявку, а там уже идет с их стороны одобрение или неодобрение, но они уже как-то сами отбирают людей. Ага. Ну я очень надеюсь, что с нашей республики количество участников подобных форумов будет только расти и расти. Ну вот, Амина, сейчас хотелось бы отметить, что в рамках нашей телепередачи есть такая интересная и своеобразная традиция. Каждый наш гость в конце нашего диалога делает свои определенные пожелания нашим телезрителям. Что бы вы им хотели пожелать? Мне хочется, чтобы все люди верили в добро, что есть те, кому неравнодушны, те, кто всегда поможет и придет на помощь. И, конечно же, в такой период крепкого здоровья всем. Спасибо большое за ваши пожелания. Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях была Амина Пазова, участница международного форума «Мы вместе». Амина, спасибо вам.